Добрый вечер дорогие братья и сестры. К следующему видео хотел дать некоторые сопровождающие пояснения. Дело в том, что во время нашего пребывания на святой горе Афон мы должны были по плану посетить пещеру преподобного Иллариона Грузинского, это святой преподобный 17 века. В тот момент, когда мы собирались идти туда, появился отец Анатолий. Это известный старец, который живет на Афоне. Он вызвался сопроводить нас к этой пещере. Это наш путь к пещере Иллариона Грузинского, на протяжении которого отец Анатолий говорил с нами на различные духовные темы, то есть фактически проповедовал. Дойдя до пещеры Иллариона, мы пошли выше этой пещеры. На видео вы это увидите. Там тропа, которая ведет келье современного отшельника. Такая довольно-таки опасная, интересная тропа. Но это вы все видите на видео. Главное, что хотелось сказать, что в течение нашего пути мы несколько делали остановок и беседовали. Некоторые эти беседы нам удалось зафиксировать на телефон. В качестве аудио где-то покажем. В иных случаях будет попадать и лицо отца Анатолия. Это вот другие братья, кто снимал с телефона. Приятного просмотра. Сейчас мы поднимаемся в первую пещеру Илариона Грузинского. Старец, который подвязался в 17 веке, в пещере три года, в очень суровых условиях. Вот пещера вот там. Это пещера Илариона Грузина. Нас ведет туда отец Анатолий. Я же вам не показал. Это я же вам первую фотографию показал. А смотри, сколько у меня фотографий, сколько старцев. Это его голос, снимать я его не буду. Смотрите, сколько у меня старцев. Смотрите. Это Симеон. Это Почаевский. А это Сочинский. Старцы. Это Сироким Буицкий. Вот смотри, теперь пока. А это Киофил. Китаевский. Гоицкий только-то Китай, что не знает. Он последний старец, который в Китае скупусин восстановил. Это первый мой наставник. Первый. В Киеве, да-да. Вот это. Это старец Юлянг, чей-костылек. Первая фотография. Смотрите, блаженный какой. Это мой первый. А это блаженная Дивеевская. Пороскевушка. Смотрите, какая она. Вы только посмотрите на нее. Она блаженная. Я у нее 20,5 года был. Я ее причащал, соборовал. Мне так посчастливилось. Это Ион Одесский. Вы же знаете. Да, конечно. Ион Одесский. А это Кирилл Павлов. Смотрите. Вы же знаете это? Да, да. Кирилл Павлов. Кроицкий. А это Макарий. Это Макарий Шамардинский, который 30 лет назад сказал, что он будет спиртом причащать. Это Гавриил. Это по-чаевски. Гавриил. Гавриил. Закарпатский. Видите? Это Иосиф Исихас, который недалеко здесь живет. Я у него два месяца жил в Келье. В Келье. Да, да. Мы там, там, там. А вы были сегодня там. Где вы были? В Келье мы там молились. А, да. Да, Андрей. Вот там. Я жил два месяца там. В 17-м году. Это Иосиф Исихас. Это Ирий Николаев. Это, ну, этот, Кировоградский. Маломученику не было? Нет. Он старец. Сейчас его жива одна теленница. Ей 85 лет. Мария. Разорливая. Сейчас она жива. Если кто-то хочет в Кировоград съездить, найдет эту Марию. Если кто-то хочет что-то узнать, у нее надо узнать. Она вам скажет все. Это Николай Гурьянов. Ну, конечно, да. И Симон Юрьевецкий. Вот этот старец вернул солнце на 13 секунд назад. Вот этот старец. Было такое зафиксировано. И люди знают, что зафиксировано было. И оно есть в интернете. Как он остановил солнце. Вот этот старец. А это Николай Гурьянов. Бог. Знаете, да? Такого слышали старца? Вот я ж... У меня все старца. Это отец Игорь. Он каждый день соборовал. Он умел перед 54 года. Он каждый день соборовал. Сибирь он. Под Трои Сергеевского лавра. Есть его, спит. И он там каждый день соборовал больных. Он по собой... Сколько людей у него исцелилось? Вот он. Понятно? Это Архимандрит Серафим. Это под Белгородом. Захарич, он. Где Белгород? Это Россия. Вот. Очень далеко. Это Архимандрит Павел Груздик. Я недавно постригал в монашество ее чадо. Ее чадо. Архимандрит Груздик. Иоанну постриг. В России я ездил и постриг ее в монашество. Вот. Так, сейчас. Это иерусский монахий Фимий. 40 лет прожил на Афоне. Он был как раз и воспитывал отца наиска Иоанна. С этого, Еродио. Он когда хотел уехать в Кировограду, он сломал ногу. И он понял, что его нет воли Божьей, чтобы он ехал с Кировограда после этого. То есть вот так сама ногу, лошадь, что-то там было вот так. Вот, Иович, я вам много всего рассказал. Видите? У нас сколько старцев. А он фотографирует. Дай я тебе ударный звонок. По телефону. По телефону. Давай, здесь уже пора. Благослави, Батюш. Давай. Во имя отца и сына и святого духа. Да он сегодня благодать эту набрал. Это кто? Дорожку такой протоктал для нас. Кто? Скажите. Мы сейчас по ней идем, как будто мы должны идти по ней. Ну кто нам ее протоктал? По какой дорожке, а? Сколько по ней ходило подвижников. Вот это да. Смотрите. О. Идем. Вот такие мысли отца. Издалека покажу пещеру. Вот как она выглядит. Илья, пророк. Илья, пророк. Мы там были. Да. Там служили. Да. Батюш послужил, да? Да. А мы пели. Он почищал. Мы почищал. Мы пели там вообще. Да? Вы с тобой все поете, да? Да нет. Первое оживление. Вы хорошо спели, да? Ну, как смогли. Сейчас нам монах показал пещеру и сразу после этого выводят на тайную тропу. Вот отсюда вид открывается. Это вот тайная тропа. Очень надо аккуратно идти, чтобы не упасть. Там подвязывается один отшельник, но мы к нему заходить не будем. Просто пройдем рядом. Мешать ему не будем. Вот такие вот места. Ну, я вам скажу, страшновато. В принципе, это и видно. Ай-яй-яй. Надо очень аккуратно. Слушайте. Если зацепишься, то шлепок и все. Выключаю камеру. Держите. 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 Афон. Афон. Нет. Это же надо держать. Афон. Афон-то надо держать. Молитву Иисусова ее только его надо держать. Афон никак не держится, кроме Иисусова молитвы. Афон. Он дал ему. Он дал ему. Говорит. Делай со вздохом. Афон. 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 Crit neoars Osman founding. Афон. Не хотел бы? Ну это трудно, дед, это бать. Это же очень трудно, молиться… Подожди, это не от тебя зависит… Ты должен вести благочестивую жизнь, а Господь их сделает монахами, причем здесь ты, понятно? Да. Тüğ Epip 않. Ты должен вести благочестивую жизнь. Эти примером ты покажешь детей, как ты ведешь. А дети от тебя будут учиться и… понимаешь смысл не от нас зависит от бога поймите а ты ведешь благочестивый образ жизни где ты живешь в москве? в Курск мы на пару с ним из Курска мы с ним вдвоем из Курска а Курс он же богатейший город духовный там пустыня какая-то рядом как она называется? коренная пустынь коренная Божья Матерь, да? а он с Аталии, видишь, он полуиталии завоюет понимаешь? дай бог, много газа он будет часто ездить сюда, он завоюет полуиталии вот так вот а ты что, а на ком держишь? на русских на русских кто держит? а он Львов держит Львов держит если бы Александр, то что македонский? там Георгий и Татьяна да, Георгий и Татьяна они и у них Сергей сын они вокруг Львова пронесли Николая Мученика представляешь? в семнадцатом году полиция их охраняла полиция наша церковь мученическая у нас нет другого пути нету отец, а духовное кормление получается на Афоне уже оскудевает или, можно сказать, в России получается больше? конечно, да в России, да а где сейчас ты найдешь здесь, в Греции? ну, дело в том, что... на Афоне уже невозможно найти будет? уже невозможно а раньше было можно найти, понимаешь? я хотел прорваться к этому в Атапевский монастырь когда жил этот еще младший Иосиф меня туда не пустили понятно? но я уже... а наш старец, чей костылек он говорит старцев уже не ищите сказал не ищите а как спасаться? а? как спасаться? а? как спасаться? самим? опыта откуда им получать вот священникам? да не только священникам и мирянам всем, а как спасаться вообще? если как бы... скорбями мы сейчас спасаемся скорбями в пьянку впадаешь в блуд это же скорби вылазишь оттуда опять впадаешь а для чего это попущено? думаем, что мы святые а только подумали раз и упали понимаешь? думаем, мы святые уже раз и упали в блуд пьянку упали все а это что? это скорби это нам зачитывается за скорбь? наши грехи за скорбь? конечно поэтому не дьявол подобраться но ты не можешь если тебя Господь попускает ты впадешь в это блуд или еще или что-то еще или тебя бить будут понимаешь? по-разному скорби понимаешь? а ты ты хочешь лежать на диване и все, чтобы тебе все шло что ли? нет нас скорби и нас спасают только скорби больше ничего понятно? то есть я соблудил мучаюсь и Господь меня будет спасать через скорбь но ты не сам пал в блуд то ты не говори пал в блуд ну я по примеру говорю ты был пьянка может не блуд быть а серебролюбие тебя затянет или что-то и ты должен выйти оттуда понимаешь ты? разрушить эту эту страсть понял смысл какой? да? молиться не пора уже солнце зашло пойдем замечательный закат сегодня у нас четверг 21 октября